Это один маленький путь для человека, один маленький путь для человека. Каждого из миров необходимо прояснить и уточнить, что подразумевается под термином «великий купол» и что мы имеем в виду, упоминая его. Термин «великий купол», который также известен как «конец известного», обозначает нечто охватывающее и ограничивающее в некотором смысле все другие известные миры. Лишь немногие смогли увидеть этот предел, даже прикоснуться к нему в кавычках. Однако остается вопрос, действительно ли его можно потрогать. Существует утверждение о том, что были проведены эксперименты для возможности пересечения «великого купола», но они оказались неосуществимыми. Это является источником ужаса для нескольких колониальных цивилизаций, которые не могут спать спокойно, зная, что любая внешняя раса может в любой момент отобрать у них власть, которую они поддерживают в рамках созданной ими иерархической пирамиды в ходе истории. Еще одним миром, вызывающим у них страх, являются небесные земли. Мы еще вернемся к подробному рассказу об этом загарочном месте, имеющем значительные связи с человечеством. В рамках «Великого купола» находятся 178 миров или кругов сред, каждый из которых может иметь один или несколько своих куполов, также ограждающих их с их различными климатическими условиями и цивилизациями. Проникновение в эти купола каждого круга представляет собой непростую задачу. Со временем технологии усовершенствовались, и теперь существует множество технологических решений для их осуществления, однако они были разработаны исключительно колонизирующими расами. Многие другие расы исследовали окружающие эти миры территории или просто независимые земли, лишенные куполов. Эти купола практически невозможно пересечь по воздуху, и чаще всего приходится искать другие пути – по суше или чаще всего через воду. Именно там находят путь к открытым проходам, соединяющим внутренней и внешней миры, подобно двум мембранам в любой клетке, выполняющим функцию барьера, который может временно разрешить проход. Когда вы обладаете достаточным контролем, чтобы проникнуть в некоторые специфические купола, это может быть сделано по воздуху без особых проблем, хотя это может быть связано с определенными рисками, о которых мы поговорим позже. В последствии было обнаружено множество порталов в нескольких кругах средок, соединяющих даже несколько миров. Манипуляция этими порталами достигла такого уровня, что возникло множество проблем, и некоторые из них стали нестабильными, в результате чего некоторые существа исчезли, не зная, куда они на самом деле попали, или это привело к распаду их материи. Сегодня часто можно встретить существ, которые разработали порталы, способные соединять определенные области внутри великого купола, но никогда не способные проникнуть в него. Когда мы говорим о 178 мирах, мы не имеем в виду независимые земли, расположенные между мирами. Это земли, которые существуют и использовались разными расами для перемещения наружу. По преданиям, эти земли были созданы, чтобы уменьшить большие расстояния, соединяющие миры. Существует убеждение, что миры были созданы для их исследования, и что все мы, в конечном итоге, стремимся выйти наружу, чтобы исследовать другие расы, и однажды вступить в то, что находится в небесных землях, а также за пределами великого купола. На этом вторая глава заканчивается. Если вы хотите услышать третью главу, то давайте наберем на этом видео 550 лайков, и третья глава обязательно сразу появится. А я напоминаю, как только мы выложим всю аудиокнигу, все главы книги, то вы найдете эту книгу сразу же, без купюр, полностью переведенной в печатном виде, и бесплатно в нашем замечательном уютном ламповом уфо-чате, уфовне стрима, а также в моем телеграм-канале секретные материалы. Поэтому ставим лайк, подписываемся, а также подписываемся на телеграм-чат и на мой телеграм-канал. Всем бодрости духа, всем адекватности бытия. Надеюсь, скоро увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал!